Эту историю мне рассказал мой сосед по гаражу, дядя Коля. Повествование пойдет от его лица. После развала Союза практически все предприятия нашего города стали и работать было негде. На тот момент мне было около 35 лет. Я имел семью и мне надо было ее содержать. Посоветовавшись со своими друзьями, Саня и Володей, мы решили организовать небольшое СТО для ремонта автомобилей. Для этого мы взяли в аренду на неработающем механическом заводе старый бокс и оборудовали его минимальным набором для работы. Где-то через пару месяцев мы стартовали. Сначала клиентов мы находили через знакомых. А потом начало работать сарафанное радио и клиент пошел. Очередь была расписана на две недели вперед. Мы с ребятами целыми днями находились на работе. Но это того стоило и наши семьи были обеспечены всем необходимым. Так и продолжалось около полугода. Однажды в конце рабочего дня, когда мы с ребятами, как обычно, складывали рабочий инструмент, к нам в бокс зашла группа людей. По их внешнему виду мы поняли, что это были представители криминального мира. Их было трое, и они были крепкого телосложения. Двое из них были одеты в короткие кожаные куртки и джинсы, а третий выделялся тем, что был одет в длинный плащ. Его черные, как смоль, волосы были зачесаны назад. Сойдя в бокс, он сразу присел во главе стола, который стоял в углу, а двое его спутников встали у него за спиной и держали руки в карманах. Присев за стол, он начал говорить «Вечер добрый рабочему классу». «Добрый», – испуганно ответили мы. «Итак, начнем со знакомства. Скажу, что я знаю все про каждого из вас. Вот, допустим, ты», – сказал он и ткнул пальцем на меня. «Зовут Николаем. Тебе тридцать пять лет. Женат. Имеешь двоих детей. Живешь по такому-то адресу». И назвал мой адрес. Потом он рассказал краткое досье о каждом из моих ребят. После этого он закурил и сказал «А теперь представлюсь я. Меня зовут Коба. И я смотрящий по всему вашему городу». Когда мы услышали это, мурашки пробежали у нас по коже, так как мы были наслышаны о нем от знакомых, но никогда не видели его живьем. Коба был известной криминальной фигурой у нас в городе. Все считались его мнением. Исправно платили ему дань. Кроме того, он был женат на дочке нашего мэра. И все его дела сходили ему с рук. Сделав паузу, он продолжил. «Я в курсе, что вы работаете недавно. И хорошего оборота, который бы меня заинтересовал, у вас нет. Признаюсь, я даже не знаю, что с вами делать. Так как если я обложу вас данью в размере 30%, как я это делаю с торгашами, то вы не вытянете и закроетесь. Поэтому давайте договоримся так. Вы абсолютно бесплатно и вне очереди будете обслуживать мои машины. А я буду решать все ваши вопросы с властями и криминалом». Нам деваться было некуда, и мы согласились. Скажу так, что Коба сильно работая нас не загружал. Да, приезжали его ребята, и мы занимались их машинами, но большинство их машин было новыми. Поэтому объемного обслуживания они не требовали. Чаще всего его люди пригоняли машины к нам на СТО, оставляли ключи и уходили по своим делам. А мы после обслуживания отгоняли их в указанное место. Помню однажды они к нам пригнали новую ВАЗ-2107 и сказали, чтобы мы провели антикоррозионную обработку кузова. После того, как они отдали нам ключи, то сказали, «Этой машине необходимо сделать антикоррозионную обработку кузова. Срок вам до завтрашнего утра». А мы поехали трусить пушнину. Так они называли торговцев рынка из Кавказа и Средней Азии. После того, как они уехали, мы с ребятами оставили все дела и принялись заниматься их машиной. Весь день и ночь мы не выходили из своего бокса. В итоге, кроме обработки кузова, мы проклеили машину шумоизоляции. Принимать машину приехал сам Коба. Тщательно ее осмотрев, он остался доволен результатами нашей работы, а потом открыл бардачок одной из своих машин. Когда он его открыл, то мы увидели, что он доверху набит деньгами. Также мы заметили, что на заднем сидении его машины небрежно валялись пачки денег. Признаюсь, что от увиденного мы были в шоке, так как никогда не видели такого количества денег. Коба отчитал треть от этой пачки, положил деньги на стол и сказал, «Вот, держите, это ваши заработанные деньги». «Коба, зачем? Мы же никогда не брали с тебя и твоих людей деньги», — сказал я. На что он ответил, «Вы со мной по-человечески, и я с вами тоже, поэтому заберите деньги». После чего он сел в машину и уехал. Мы с ребятами принялись судорожно пересчитывать купюры. В итоге там оказалась сумма, которая в два раза превышала наш месячный заработок. Однажды в середине дня во двор нашего СТО заехала тонированная ВАЗ-2109 с крымскими номерами, а из нее вылез мужчина лет сорока. По его внешнему виду он ничем не отличался от обычного человека. Но тогда на девятках простые люди не ездили. Как правило, это были крупные начальники заводов. Либо представители криминала. Подойдя к нам, он спокойным голосом сказал. «День добрый. А кто у вас старший?» «Да нет у нас старших. Все равны. А что вы хотели?» — сказал я. «Мне надо поменять моторное масло и рулевые наконечники, а также сделать развал схождения колес. Причем сделать это надо сегодня», — сказал он. «Вы извините, но при всем желании сделать сегодня мы это не сможем. Так уже три часа дня, а у нас еще три машины стоят», — сказал Саня. «Приезжайте к нам завтра с утра, и мы займемся вашей машиной», — сказал Володя. Тогда мужчина молча сел в машину и уехал. Не прошло и двадцати минут, как нам на СТУ прилетает Коба и прямо с порога кричит. «Вы что, тут совсем страх потеряли?» «Вы кому только что отказали? Это же Толик Крымский. Он очень уважаемый человек в криминальном мире Крыма. Да и у нас в почете. Коба, мы ему предложили, чтобы он приехал завтра, но он молча сел и уехал», — ответил Володя. На что Коба приказным тоном сказал. «Значит так, сейчас он приедет к вам, и вы сразу займетесь его машиной, и чтоб в указанный срок было все готово, поняли?» «Хорошо, пусть приезжает», — сказал я, после чего Коба сел в машину и с пробуксовками уехал. Как он и говорил, через двадцать минут тот мужчина вернулся, и мы занялись его машиной. По окончании работ он подошел к столу и положил на него пятьдесят рублей. В ответ на это я сказал, «Вы что, у нас и сдачи не будет?» «А сдачи не надо, так как это плата за оперативность», — сказал он. «Это очень много, с вас всего пятнадцать рублей», — сказал я. На что он изменился в лице и громким приказным тоном сказал. «Вы что, совсем не поняли? Если я даю вам эти деньги, значит они ваши, вопрос закрыт». После этого он сел в машину и уехал. В конце дня к нам приехал Коба, и мы рассказали ему, что обслужили машину Толика, и тот нам оставил пятьдесят рублей. А также уточнили, что он заплатил гораздо больше, чем реальная стоимость этих работ. На что Коба сказал. «Толик правильный пацан, и если он заплатил вам эти деньги, значит так и надо, и вопрос этот обсуждению не подлежит». Шли дни и недели. Мы спокойно работали на своем СТО, а Коба со своими ребятами заезжали к нам в гости. Они часто привозили к нам в знак благодарности различные деликатесы, элитный алкоголь и заграничные сигареты. В те времена достать все это было просто нереально, а у нас всегда все это было. Однажды утром, придя на работу, мы как обычно сели попить чайка, а потом планировали заниматься одной из машин бригады Кобе, которую нам пригнали вчера вечером. Как вдруг услышали звуки перестрелки, а потом громкий хлопок, после чего наступила полная тишина. А где-то через 10 минут с той стороны послышались звуки сирены. «Опять братва свои вопросы решает», – сказал Володя. «Та да, хоть бы Кобу не зацепило», – сказал Саня. «Мы тогда не знали, но его слова стали пророческими». В конце дня к нам на СТО заскочил один парень из бригады Кобе. У него была кличка Косой. Он был весь мокрый, как после бани, и дрожащим голосом сказал. «Все, пацаны, Кобе больше нет». «Что случилось?» – сволнованно поинтересовался я. «Сегодня утром, когда ребята с Кобой ехали к нам на СТО, то их подрезала черная Волга, откуда выскочили двое и открыли огонь на поражение. После чего, для уверенности, они кинули к ним в машину гранату. Коба и все пацаны, кто был с ним в машине, погибли на месте. Я был выходной, поэтому и уцелел. «Прошу вас, отдайте мне машину, и я погнал. Так как сейчас на нашу бригаду идет охота, и мне находиться в городе небезопасно», – сказал Косой. Мы отдали ему ключи от машины, и он с громким ревом мотора уехал. «Прочь. Больше мы его не видели. Скажу, что мы с ребятами часто добрым словом вспоминали Кобу и его парней. Вроде бы они были бандитами и заставляли нас работать на них, но при этом они поступали с нами по справедливости и с лихвой оплачивали наш труд. Да и чувствовали мы себя с такой крышей в полной безопасности. Отмечу, что после гибели Кобы и его ребят, мы поставили замок на калитку и ворота нашего СТО. Для того, чтобы войти во двор, необходимо было нажать на кнопку звонка. После того, как мы убеждались, что это клиент, то пускали его во двор. И вот однажды, в середине дня, когда Саня и Володя ушли в магазин для того, чтобы купить нам продуктов на обед, а я остался доделывать машину, к нам в бокс без звонка и стука зашел человек. Видать, уходя, ребята неплотно закрыли калитку. И этот тип свободно прошел на территорию, про себя подумал я. Человек, медленно осматривая все по сторонам, двигался ко мне. Он был среднего роста, одет был в джинсовый костюм. Череп его головы был полностью лысым, а на глазах были одеты солнцезащитные очки. На правой щеке его был огромный шрам. Я также заметил, что на верхней его челюсть было два вставных золотых зуба, а пальцы обеих его рук были в наколках. Я не разбирался в них, но уже понял, что это был непростой клиент. Увидев его, я вылез из-под подъемника, положил разводную ключ на полку и принялся вытирать руку для того, чтобы с ним поздороваться. Но по выражению его лица было видно, что делать это он не собирался. Подойдя ко мне, он сказал, «Значит так, меня зовут Лысый, и я представляю нового смотрящего по вашему городу. Мы в курсе, что вы ранее работали с Кобой, а теперь будете работать с нами. А если говорить точнее, то со мной». «Окей, мы не против работать с вами на таких же условиях, как работали с Кобой», – сказал я. «Слышь, мужик, ты что, собрался мне ставить условия, на каких я должен с тобой работать?» Ромка закричал этот тип. При этом он схватил меня обеими руками за воротник. В этот момент я инстинктивно попытался освободиться от его хвата, и обеими руками резко оттолкнул его от себя. В результате чего он упал и сильно ударился головой о поршневой компрессор, который стоял в углу рядом с подъемником. От удара он потерял сознание. Подбежав к нему, я увидел, что он дышит, и немного успокоился. В этот момент в бок зашли ребята. «Колян, что это за тип и почему он лежит здесь?» – возмущенно сказал Володя. Я рассказал ребятам о том, что случилось. Не успел я закончить говорить, как в углу, где лежал этот тип, мы услышали грехтение. А потом, он, отряхиваясь от пыли, встал на ноги и сказал. «За то, что ты себя так со мной дерзко повел, ты будешь наказан». «Что я сделал не так?» – поинтересовался я. «Скоро сам все узнаешь!» – сказал он и вышел из бокса. После этого, как этот тип вышел, Володя побежал и быстро закрыл на замок калитку. Покурив, мы с ребятами решили, что мне нужно забирать семью и валить из города. Причем делать это нужно было прямо сейчас. Мы договорились, что в случае повторного визита этого типа, они меня прикроют и скажут, что я пропал, и они ничего не знают о моем месте нахождения. Держать связь мы решили по телефону. Я должен был звонить с таксофона на домашний номер тещи Володи, а там как будет, так будет. Ехать я решил в небольшой промышленный городок, который находился в ста километров от нашего города. Там остался небольшой частный домик моего дяди, где я собирался поселиться со своей семьей. Так и вышло. Быстро приехав домой, я сказал жене, чтобы она забрала детей из садика. Собрав документы, деньги и самое необходимое, мы уехали из города. Я не понимал, когда мы вернемся и вернемся ли вообще. Но другого выхода у нас не было. Прожив в старом домике около недели, мы ощутили острую необходимость в деньгах. К тому же осень была на дворе, а в доме было печное отопление. И я половину дня ходил по ближайшей посадке и собирал дрова. Для того, чтобы заработать хоть какую-нибудь копейку, я начал по вечерам таксовать. Город хоть и был небольшой, но работа пошла. Как правило, я выезжал около восьми часов вечера и становился под одним из крупных ресторанов в ожидании клиента. Не проходило и получаса, как клиенты подходили, и я уезжал. Бывало такое, что я брал одного клиента и катал его всю ночь по городу, а он щедро за это платил. В общем, каждый день у меня были живые деньги, и через пару недель мы с семьей переехали в арендованную двухкомнатную квартиру. Мы пристроили детей в местный садик, а жена тоже начала искать работу. Понятное дело, все время быть таксистом я не планировал, но сейчас в этой ситуации это было лучшее решение. Однажды я подвозил одного крупного цеховика. Это был очень тучный мужик и еле помещался в салоне моей машины. Мужик был прилично пьян и настроен на разговор. В процессе разговора он поинтересовался у меня о моей жизни, и я рассказал ему, что приехал из областного центра для того, чтобы ухаживать за больным родственником. И пока не нашел постоянную работу, то вынужден работать в такси. Тогда он рассказал о том, что готов предложить мне работу. Для того, чтобы обговорить все детали, он рекомендовал мне набрать его по телефону и оставил мне свой рабочий номер. Щедро заплатив, цеховик вышел из машины, и я поехал домой. По дороге домой, недалеко от ресторана, из которого я забирал цеховика, меня подрезала ВАЗ-2101 черного цвета. Я резко затормозил. Из этой машины выскочили несколько молодых парней до 30 лет. Они подбежали ко мне и начали вытаскивать меня из машины. «Эй, вы чего?» – закричал я. Один из парней схватил меня за плечо и громко сказал, «Слышь, мужик, ты кто такой? И кто тебе разрешил тут таксовать?» Я ответил им, что вынужденно приехал из областного центра для ухода за больным родственником и пока другой работы не нашел, а семью кормить надо. Поэтому я решил немного поработать в такси. После моего ответа они немного успокоились и сказали, «Ладно, мужик, цель о гуманности – поработай недельку, но параллельно ищи другую работу, так как рынок такси у нас давно поделен, и ты здесь лишний». После этого они сели в машину и уехали, а я спокойно поехал домой. Утром следующего дня я пошел к ближайшему таксофону для того, чтобы позвонить цеховику. Набрав номер, в трубке я услышал короткие гудки. Через пять минут я повторил попытку, но линия все так же была занята. Я присел на лавочку рядом с таксофоном и закурил. Сидя, я думал о том, что если сейчас не дозвонюсь, то мне придется опять таксовать. А это уже было далеко небезопасно. К моему сожалению, я так и не дозвонился до цеховика и вечером выехал таксовать. В этот раз я решил не стоять под рестораном, а медленно ездить мимо него. Я посчитал, что так будет безопаснее. Проехав около трех раз, я взял клиента и повез его по указанному адресу. Мы заехали в частный сектор. Клиент вышел, а я поехал в сторону центра, так как планировал сделать еще пару ходок. Когда я ехал по пустынной дороге, то из посадки прямо передо мной выскочила уже знакомая мне черная ВАЗ-2101. Из машины выскочили четверо спортивных парней, подбежали к моей машине и принялись меня вытаскивать из нее. Я схватил монтировку, которая лежала у меня под сиденьем, и начал сопротивляться. Я помню, что успел нанести удар монтировкой по руке одного из нападавших, после чего ощутил сзади тупой удар по голове и потерял сознание. Когда я очнулся, то ощутил сильную головную боль и увидел, что лежу весь в собственной крови. Собравшись силами, преодолевая боль, я медленно встал на ноги. Когда я встал, то увидел, что моя машина вся побитая. В ней были разбиты все стекла и зеркала. Заглянув под открытый капот, я увидел, что все высоковольтные провода зажигания выдраны по-живому. Оставив машину на месте, я пошел домой. Как сейчас помню, что дорога домой у меня заняла около двух часов. Идя по дороге, я думал обо всем, что происходит в моей жизни и о том, что мне делать для того, чтобы содержать свою семью. Когда я пришел домой, то дети уже спали. Дверь мне открыла жена. Увидев меня в порванной и залитой кровью одежде, она чуть не потеряла сознание. Позже, придя в себя, она поинтересовалась у меня, что же произошло. И я ей все рассказал. После чего она заплакала и стала настоятельно меня просить отлежаться дома. Но у меня были другие планы. На следующий день я попросил соседа, и он на буксире притащил мою машину домой. Для того, чтобы не привлекать внимание соседей и прохожих, я накрыл машину тентом. После этого я пошел к таксофону и набрал номер тещи Володи. Она мне сообщила, что Володя недавно приходил и просил передать, что меня по всему городу ищет братва. Они приходят на СТО каждую неделю, в разные дни. И пока возвращаться в город мне небезопасно. Каждый день я ходил по разным предприятиям города в поисках работы. Но удача была не на моей стороне. Однажды после очередного неудачного похода в поисках работы я пришел под подъезд дома и сел на лавочку в раздумьях. Я не помню, сколько я так сидел. Как ко мне подошел сосед Васька, тот, который буксировал машину. Подойдя, он присел рядом и сказал. «Слышь, Николай, а у тебя в правах какие категории открыты?» «Да все, кроме автопоездов». «А с какой целью ты интересуешься?» – сказал я. «Да дело есть. Хочу работу тебе предложить», – сказал он. «Какую работу?» – взбодрился я. «Я работаю в одном небольшом кооперативе. Мы производим спирт. Часть продукции идет официально, а часть толкаем на сторону. Наш шеф для развозки неофициального товара содержит отдельную машину КАМАЗ с водителем». Но водитель недавно умер от сердечного приступа. И сейчас это место вакантно. Платит шеф приличную зарплату, а главное – своевременно. «Так что пойдешь к нам?» – сказал Васька. «В принципе, готов рассмотреть, а когда можно встретиться с твоим шефом для того, чтобы обговорить детали?» – сказал я. «Да, может, мы завтра. Давай встретимся завтра в 7 утра на этой лавочке, а потом вместе пойдем на работу, и я тебя познакомлю с шефом», – сказал Васька. Мы пожали руки, и я в бодром настроении двинул домой. На следующий день, как договаривались, мы с Васькой поехали к нему на работу. Каково было мое удивление, когда в лице его шефа я узнал своего старого знакомого, цеховика. Он, когда меня увидел, то обрадовался и сказал «А я уже думаю, обещал позвонить, и не звонишь. Куда ты пропал?» «Да я звонил по указанному номеру, но он вечно занят», – ответил я. «По какому номеру ты звонил?» – поинтересовался он. Я достал из кармана бумажку и показал номер, на что цеховик сказал. «Вот блин, последняя цифра 67, а у тебя записано 76. Так как вы сказали, так я и записал», – продолжил я. «Ну ладно, Николай, я хочу предложить тебе работу на должность водителя». «Василий наверняка уже сообщил тебе особенности работы. Но скажу сразу, что плачу я такую высокую зарплату, потому что это не совсем легально. Твои обязанности, кроме доставки товара заказчику, также будет входить решение вопросов с ГАИ. «Все оплаченные штрафы я тебе возмещу, но я знаю размер каждого штрафа, поэтому обмануть меня не получится. Да и ты, вижу, парень честный, поэтому думаю, что мы сработаемся», – сказал цеховик. «Да без проблем. Когда первый рейс?» – с радостью поинтересовался я. «Завтра. Товар мы возим ночью, по причине конспирации. Да и сам спир днем на жире нагревается, и перевозить его так не совсем безопасно». Так и решили. На следующую ночь я поехал в свой первый рейс. В этот рейс меня отправили с экспедитором, для того, чтобы он мне показал основные точки отгрузки. Все прошло гладко, и в пять утра я радостно возвращался домой. Так и работали мы около полугода. Однажды цеховик мне сообщил, что сегодня надо сделать ходку, но в дневное время. К тому же машина будет слегка перегружена, но в пределах допустимого. Он успокаивал меня, что такое иногда бывает. Также он сказал, что с ГАИ у него все схвачено, и чтобы я не волновался. Указанное время я на своем КАМАЗе выехал в путь. На дворе был июль месяц, и жара на улице стояла неимоверная. Температура в кабине была более 30 градусов, и каждые пять минут я вытирал пот со лба. Когда я представил, что там творится в кузове, с бочками спирта, то мурашки пробежали по моему телу. Но деваться было некуда. Я давил на газ и крутил баранку. Когда до конечной точки оставалось около одного километра, то я услышал сзади громкие звуки сирены. Я взглянул в зеркало заднего вида, и меня аж придернуло. Так на хвосте у меня висела машина ГАИ с включенной мигалкой и требовала остановки. Деваться было некуда, и я остановился. У меня была с собой товарно-транспортная накладная, но объем и вес товара был указан гораздо меньше, чем был на самом деле. Остановившись, я вышел из машины и сразу взял документы. Ко мне подошел инспектор и представился. Городской ГАИ! Инспектор Петренко! Предъявите, пожалуйста, документы на автомобиль и на перевозимый груз. Я показал все документы. Инспектор внимательно изучил их, а потом посмотрел на меня. Я в тот момент вытирал пот солба. Николай, а вы, случайно, не пили сегодня или вчера? Сказал инспектор. Да нет, я вообще не употребляю, ответил я. Так, давайте пройдем экспресс-тест на алкоголь. Вдохнете в трубку. Если вы не пьяны, то поедете себе дальше, сказал он и пошел в сторону своей машины. Я пошел за ним. Я был уверен, что тест ничего не покажет, но сильно переживал за груз, который я вез. Поэтому инспектор заметил волнение. Когда я подошел к машине ГАИ, инспектор достал аппарат, распечатал новый мундштук, подключил его к аппарату и дал его мне. Я дунул мундштук, и аппарат показал, что я абсолютно трезв. На что инспектор с грустным видом отдал мне документы, и я пошел в сторону своей машины. А он так и остался стоять возле служебного автомобиля. Я практически уже дошел до своего КамАЗа, как услышал сильный выстрел, а следом за ним другой. Через несколько секунд началась целая канонада. От сильной жары спирт в бочках расширился и начало срывать пробки. Они как пули начали ударяться от тент, но не пробивали его. Я обернулся назад и увидел, что инспектор упал в канаву рядом с дорогой и накрыл голову руками. От увиденного, несмотря на все, что случилось, у меня появилась улыбка на лице, и я громко засмеялся. Возможно, мой смех на тот момент являлся истерическим, но я не сдерживался и хохотал, что из силы. Когда канонада утихла, инспектор подошел ко мне и попросил открыть кузов. Увидев, что машина битком забита бочками со спиртом, он сказал, «О, так тут еще и перегрузка плюс нарушение правил перевозки легковоспламеняющихся грузов тянет на серьезный штраф с конфискацией. Теперь я понял причину вашего волнения. Ну что, идем составлять протокол?» «Слышь, сержант, давай не будем терять ни мое, ни твое время. Я заплачу штраф на месте и поеду дальше», сказал я. «Вы мне что, взятку предлагаете? Вы же понимаете, что допустили серьезные нарушения и так нагло себя ведете», возмущенно сказал инспектор. «Сержант, на улице жара, а ты весь день на ногах и наверняка устал. Да и я весь день за баранкой и тоже устал. Давай заплачу штраф и поеду. Все равно мой директор решит этот вопрос твоим начальником, но ты с этого ничего не получишь. А так заработаешь себе на пиво, да и я домой раньше попаду», сказал я. «Сержант пару минут подумал и сказал, «Ладно, с тебя следующий штраф», назвал сумму. Сумма была относительно небольшая, и я заплатил штраф на месте. После я сел в свой КАМАЗ и доставил груз на точку. Скажу, что после этого случая мы возили спирт только ночью и подобных ситуаций не возникало. Платил цеховик отлично и через пару лет мне удалось купить в этом городе квартиру. «Мы с моей семьей до 2002 года прожили в этом городке. Когда в нашем родном городе поменялась мафиозная верхушка, то мы вернулись домой. Володя и Саня так и работали на нашем СТО, но уже не крутили болты, а за них это делали наемные рабочие. По приезду я вошел с ними в долю и в дополнение к СТО мы открыли автомойку». «Вот такая вот интересная у меня жизнь», закончил дядя Коля и пошел домой.